Это пара седьмая за месяц. Спицы Галины Сергеевны не стынут. Так женщина помогает тем, кто ушел служить. Света сами выбираете? Ты там не дала Саше, а ей тоже кто-то дал. У кого нитки есть, а он не вяжет. Ее носки мобилизованным еще не отправляли. Будет ли она ждать благодарностей? Вряд ли. Не жду. Никакого отзыва нет. Да пусть это будет. Ну как вот. Мой подарок. Наши бабушки и мамы, наверное, точно так же помогали во время войны. Ну и мы как можем. Четыре помещения ТОС Октябрьского района превратились в цеха. Женщины распределяются по сменам, вяжут, краят, шьют, обсуждают новости и подбадривают друг друга. Наталья на дорогу сюда тратит по два с половиной часа. В день раскраивает до сотни пар мужского нижнего белья. Оно, как выяснилось, нужно в промышленных масштабах. Выбрали простую модель и хлопчатобумажную ткань. В походных условиях более удобная. Потому что трикотажа не найдешь. Тем более это ситец, он гигростопичный. Люди, в основном, у кого есть простая даже швейная машинка, без опыта, они шьют их спокойно. Я считаю, что мы сейчас должны сплотиться. Вот это единение народа. Здесь мы собираемся. Мы раньше собирались, там танцы. Ну и сейчас это есть группа здоровья там, да. Сейчас мы делаем одно дело. Делаем, чтобы наших мальчишек как-то поддержать. Еще один заказ от военнослужащих – носилки. 35 метров строп или очень прочных веревок, 3 часа работы в 6 порок, и они готовы. По сравнению с привычными носилками легкая мобильная сеть. Александра рассказывает, что всегда мечтала купить швейную промышленную машинку, но не думала, что будет использовать ее в оборонных целях. Первые 20 носилок шила дома, сама. А эту промышленную машинку ТОЦ подарила одна из бабушек, и ей очень благодарны. Обычно толстые стропы не берет. Могут нести двое, трое, четверо, да, 6 человек, если с каждым носилок. Но также эти носилки может нести один человек. То есть один человек в состоянии вынести человека одного с поля боя. То есть она так устроена, что зацепив ручки друг за друга, это в состоянии можно помочь одному. Но, как это, к сожалению, показала практика, часто один спасает одного. Счет готовых изделий идет на сотни. Материал уходит быстро. Чтобы процесс не встал, депутат Госдумы Александр Прокопьев сегодня привез волонтерам стропы, нитки, ткани. Фонд депутата тоже готовит к отправке гуманитарный груз. Мы, скорее всего, через Алийскую дивизию повезем, потому что сложности найти, где локализуются или наши. Это же для наших. Они все наши. Ну, это само собой. Но, знаете, мне приносят вот коробку, прямо вот туда, ему повези. Собирать груз помогают волонтеры. Алтайские предприниматели бесплатно отвозят эти вещи в военно-полевой лагерь Омска, где мобилизованные из нашего края проходят боевую подготовку. Гуманитарную помощь к отправке готовит и депутат Госдумы Александр Прокопьев. Он заказал на предприятиях, пошив теплой одежды, палаток и спальников. Пока фура готовится к отправке, бойцам в зону боевых действий можно передать и другие подарки. Принести их можно в отделение ТОС Октябрьского района. Их адреса сейчас вы видите на своем экране. Татьяна Голубева, Анастасия Драган, Андрей Печоркин. День с толком.